Она должна нести порядок, но пока вносит только хаос. Вступившая в силу 1 января мусорная реформа, кажется, оборачивается боком. За 18 дней работы по новым правилам 13 тысяч телефонных звонков на горячую линию регионального правительства и 20 тысяч обращений к депутатам. Все это жалобы от населения Ульяновской области. Есть серьезные рекомендации, которые даны правительству в этой части. Осуществляя мониторинг взаимной взаимодействия, мы увидели, что по ряду направлений и вопросов действительно происходит сбой. Сбои, они достаточно серьезные, которые требуют координации нашей взаимной работы. Разобраться с этими самыми сбоями за один стол сели депутаты регионального парламента от всех партий, представители профильного ведомства, общественности и региональные операторы. Согласно выступлению министра природы и цикличной экономики региона Дмитрия Федорова, основные проблемы кроются в отсутствии мусорных контейнеров и спецтехники у ряда региональных операторов. Еще один камень преткновения – это реестры и схемы размещения баков, которые главам муниципалитетов не предоставили институту операторов. Неполные три недели работы реформы выявили недостатки в принятой территориальной схеме по обращению с отходами. В связи с чем принято решение о внесении изменений в части внедрения бестарного вывоза твердых коммунальных отходов, так как не все населенные функты региона у нас имеют дороги с подходящим твердым покрытием, а также корректировки реестра размещения контейнерных площадок. Больше всего от мусорной реформы страдают, как озвучили на совещании жители Сенгелеевского и Теренгульского районов, которых обслуживает региональный оператор номер два. Контейнеры переполнены, где-то вовсе отсутствует, мусор тухнет чуть ли не с праздников. Региональный оператор в свою очередь заявляет, что якобы новые контейнеры в количестве 600 штук заказали, а где ставить не знают. Перечня для размещения у них нет до сих пор. Перечень контейнерных площадок нам не дали. В территориальной схеме, например, в Сенгелеевском районе, о котором говорил Вячеслав Васильевич, контейнеры есть только в городе Сенгелеев. В остальных районах только бестантный вывоз. А сейчас жители просят нам контейнеры. А где этот перечень? Вы нам бы его не дали. Другие региональные операторы сетовали на саботаж со стороны управляющих компаний и невозможность подъехать к территориям некоторых объектов. Были обращения, что просто никто не чистит мусорокамеру. Принимали решение в течение суток. Выставляли контейнеры, вплоть до того, что если требовалась очистка снега, на площадке привлекали дополнительную технику для решения данных задач. Имеет место быть в том числе по ряду поселений, где есть режимные объекты. Допустим, по военным городкам, поселке Глотов Лизинского района. Просто не пускали на территорию. Депутат Матвей Володарский не смог сдержать эмоций и назвал всю эту реформу грабежом населения. Это просто реформа, очередной просто грабеж населения. И мы должны сейчас говорить исключительно об этом. От того, что они не убрали какой-то контейнер сегодня, вчера. Создали вот этот коллапс искусственный. Я считаю, что это искусственно созданная проблема с вывозами. Чтобы люди немножко не обратили внимания на то, что их в 2-3 раза, а местами и больше, грабят просто. А ценовой политики реформы следует судить позже, когда население фактически получит на руки платежки за январь. Однако теперь тариф будет оплачиваться с каждого проживающего. Средняя стоимость услуги с человека – 110 рублей. Однако, чтобы кто ни говорил и как бы ни переводил стрелки, все едины в одном. Реформа сырая и требует серьезной доработки. Ринат Алиулова, Руслан Баталов. Новости Ульяновской правды.